В Ненинском округе открылся профильный медицинский класс на базе средней школы номер 4. Инициативу по централизованной подготовке будущих медиков поддержал глава региона Александр Цибульский. Открытие профильного медицинского класса стало результатом соглашения о взаимодействии между Северным государственным медицинским университетом и Ненинским автономным округом, подписанный главой региона и ректором вуза в конце прошлого года. Обучаются по профилю более 30 старшеклассников. Накануне в школе состоялось торжественное мероприятие – посвящение в десятиклассники. Сегодня будущие медики в белых халатах. Им предстоит участвовать в торжественной церемонии посвящения в старшеклассники. Медицинский класс входит в естественно-научный профиль. Ученики набираются по желанию. В 10-ома таких 18 человек. Это лучший, наверное, способ попасть в медицинский вуз, так как это нам, получается, даёт дополнительные знания. Мы в обычном естественно-научном классе не изучаем латынь, не изучаем медицинский английский, не изучаем углублённую биологию. А тут мы это изучаем. И получается, когда мы пойдём в мед, мы уже будем это знать. Я хочу стать врачом-кардиологом. И я считаю, что это очень отличная возможность получить довозовскую подготовку и как-то подготовиться к институту. Мне на самом деле тоже сейчас ещё пока что сложно. Ну, то есть много новых предметов появилось, которых, в общем-то, мы вообще не изучали никогда. Это типа латинского или медицинского английского. Как бы там есть вроде как знакомые слова, так сказать, но в большинстве мало понятного. Обучение школьников в профильном классе будет проходить по системе «Школа-вуз» с применением образовательной программы «Юный медик», которая разработана преподавателями Центра довозовской подготовки и профильной ориентации Северного медицинского университета. Для ребят это реальный шанс хорошо подготовиться к поступлению по специальности. Врачом она решила стать ещё в первом классе. Потом металась военный врач или такой врач, но решила, что остановится на враче. Потом мы будем смотреть, какой будет это дальше. Конечно, сложности есть, потому что прежняя школа была немножко слабее, чем эта. Но втягивается уже, старается и думает, что дальше я не буду жалеть о том, что она поступила сюда учиться. Нравится ему эта профессия, он выбрал именно медицинский профиль. – Трудно, сложно? Вот вы как родители видите, какие-то есть трудности в обучении? – Ну, естественно, они будут. Но мы всё приятны. Как говорится, приятны. В рамках образовательной программы ученики и преподаватели профильного медицинского класса обеспечены необходимым набором учебников – учебно-методических пособий, рабочих тетрадей, разработанных преподавателями медицинского университета. – Нагрузка для детей очень большая и очень тяжело. Но дети справляются, поэтому им нравится биология, им нравится химия. Сложно, трудно, но мы справляемся. Преподавать будущим медикам дополнительные дисциплины будут преподаватели с ГМУ посредством видеоконференц-связи. Для этого в школу номер 4 закуплено необходимое оборудование. Первая такая университетская суббота состоится 15 ноября. По субботам университет предлагает нашим ребятам принимать участие в университетских субботах, которые будут проходить в режиме онлайн. Дополнительно они будут изучать медицинское дело, латинские и английские языки с уклоном в медицинскую терминологию. Итогом годового обучения станет обязательная летняя практика. По договоренности с Департаментом здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого округа она пройдет в Ненецкой окружной больнице. Именно для этого класса, для этого профиля медицинского мы закупаем кабинет биологии, где будут мини-лаборатории для детей, где будет мини-цифровая лаборатория для учителя и для детей, ну и, соответственно, современное оборудование для изучения медицинских дисциплин. Со второго полугодия начнет работать интерактивный комплекс в режиме 3D. В режиме 3D будут сами участниками каких-то операций, исследований собирать или находить, ставить диагноз на сердце, на легком, глаз, ну, что у них по программе идет. Обучение в профильном классе даст возможность не только получить дополнительные баллы при поступлении на бюджет, но и подготовить школьников к сложным образовательным программам высшего учебного заведения. Ольга Русыл, Вадим Носкин, Телеканал «Север».